привет ребята в этом видео я беру вас с собой в стокгольмский университет покажу вам как проходит моя универская жизнь я учу шведский язык это только шведский язык как один такой большой предмет расскажу зачем я это делаю и в общем надеюсь вам понравится такой влог потому что я хочу сделать именно формате follow me то есть вы будете как будто смотреть на университет моими глазами и так я поступила в университет в этом году двадцать втором году на программу простым языком это изучение шведского языка на академическом уровне то есть это курс для тех иностранцев кто хочет учиться в шведском университете на шведском языке этот курс есть не только в стокгольмском университете где учусь я но и в других вузах страны зачем же я пошла учиться возможно вам интересно я переехала в швецию в 2015 году и практически сразу начала учить язык для того чтобы использовать его на повседневной основе в жизни и мой шведский был довольно хорошим он был на уровне я бы сказала как минимум b2 и для повседневной жизни для общения со шведами для похода к врачу в магазин или в какие-то инстанции мне этого языка абсолютно хватало но для того чтобы развивать свою карьеру я чувствую что мой уровень довольно таки простой и об для обывателя знаете то есть я хотела чтобы мой шведский звучал прямо очень профессионально и круто потому что возможности для работы на шведском языке конечно же стране гораздо больше чем возможности работы на английском я стала искать возможности для того чтобы в первую очередь улучшить свой словарный запас во вторых начать говорить увереннее и в третьих потянуть свое произношение это были мои такие три ключевые цели и я думала что когда вот эти три пункта у меня будут выполнены то я на работе буду себя увереннее чувствовать в разговоре поэтому к концу этого видео я вам расскажу что из этого у меня получилось подтянуть а что не очень и так что нужно для того чтобы поступить на именно на этот курс я сразу скажу что внизу в описании будет ссылка на тот курс на котором учусь я но нужно было сдать вступительный экзамен из чтения и письма он длился по моему два или три часа я оканчивал гимназию в эстонии поэтому у меня был документ и также необходимо было уже знать шведский язык на определенном уровне у меня был законченный сфи и комбокс те кто живут в швеции знают что это такое если вы в швеции не живете то у вас должен быть шведский ну наверное на уровне b2 у нас например была одна девочка которая из италии специально приехала учиться именно на этот курс но в целом уровень шведского языка должен быть на него твой я думаю что те из вас кто живет в швеции смотрят это видео скорее всего потому что вы хотите учить шведский я думаю вы знаете о чем я в принципе в теории если вы просто хотите иметь вот этот документ чтобы у вас была возможность учиться в университете но вы не хотите проходить вот эту всю учебу которую прохожу я вы можете просто сдать экзамен тисус и это будет равняться к окончании вот этого курса на котором я училась полгода но мне нужно было именно отучиться то есть я пришла сюда ради знаний они просто ради корочки поэтому я предпочла выбрать именно курс чтобы здесь учиться полгода full time как проходила наша учеба я взяла курс который идет один семестр при этом это full time курс то есть изначально от нас требовали учиться по 40 часов в неделю есть альтернативный вариант курс по вечерам несколько раз в неделю тогда учиться нужно два семестра потому что учеба идет медленнее и я начинал учиться в январе еще в сумме у нас были к видные ограничения из середины марта нас уже позвали учиться в кампус где по сей день на момент съемки этого видео у нас проходят уроки вы кстати наверное заметили что снимаю я весной и все еще только начинает свисти это был май или апрель мне было очень сложно сфокусироваться на учебе в первом месяце в январе и феврале потому что было очень холодно очень классно сейчас гулять именно весной когда уже потеплее и можно на переменах выйти размяться подышать свежим воздухом потому что дома когда ты учишься я привыкла проветривать постоянно тут у нас вентиляция в классах не проветриваем и поэтому свежего воздуха не хватает но очень интересно заодно поизучать местные местные территории стокгольмский университет гигантский он состоит из массы корпусов и вот здесь прямо такой целый студенческий городок в котором очень легко потеряться я честно говоря вообще когда первый раз сюда шла я еще и шла на экзамен и у меня было больше страха не из-за экзамена из-за того что я просто опоздаю на экзамен потому что не найду свое здание и свою свой класс и для меня немножко было странно сначала приходить в университет потому что вокруг очень много молодых ребят студентов 20-летних которые только учатся там свои первые годы на бакалавриате и я конечно же впервые в жизни себя почувствовала такой старше старше остальных но потом это чувство прошло и я на самом деле очень втянулась во всю эту университетскую жизнь мне даже прям понравилось учиться пока что я точно хотела бы завязать учебу в университете на какие-то ближайшие годы этого было вполне достаточно вот этого опыта полугодового было очень здорово в свой мозг заставить работать особенно когда вокруг очень много плохих новостей шведский был реально спасением для меня и конечно же машина решила проехаться прямо здесь давай уже друг мой я даже делала эфир прямой в инстаграме и рассказывал для тех кто был либо из-за войны вынужден бежать другую страну и там как-то приспосабливаться и немножко учить язык либо те кто по политическим причинам были вынуждены эмигрировать в другую страну им тоже был нужен какой-то язык и делилась там более детальными своими какими наблюдениями о том как наиболее эффективно учить язык такие более сжатые сроки так что вот оставлю вам ссылку на этот прямой эфир в инстаграме если вам будет эта тема актуальна кстати если вы вообще в принципе любой язык учите мне кажется что в этом эфире было очень много классных таких рекомендаций и идей для вас вне зависимости от того какая у вас цель изучения языка и сколько времени у вас есть на это странно ли учиться после 30 лет в университете среди молодых студентов нужно понимать что учеба любая учеба в моем случае изучение языка это прежде всего инструмент для улучшения качества жизни и карьерных возможностей поэтому если вам кажется что это странно учиться во взрослом возрасте то посмотрите мое прошлое видео логеря исключение нужно научить свою хорошую историю целью меня в том числе логеря в этом логеря в 20 минутах я это глухая логеря чтобы Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Где можно заниматься Здесь какие-то штучки продаются, бургеры, какая-то еда Классно, что уже можно на улице сидеть и на свежем воздухе обедать Так, мы, наверное, пройдём здесь Ещё я заметила во время этого курса, какие у меня изменения произошли в отношении к учёбе И к некоторым учителям я была немножко нетерпима в начале учёбы Мне кажется, ещё и потому, что тоже какой-то стрессовый вообще был период И январь, и февраль, не говоря уже про конец февраля и март И я немножко так стрессовала на уроках Могла немножко дерзить даже учителям Как-то резко отвечать И очень рада, что к концу курсов я уже как-то угомонилась Полюбила очень, на самом деле, всех учителей наших У каждого чему-то научилась Это было очень полезно для меня, как для личности Яблони тут вовсю цветут И смотрите, какой тут есть особняк Вообще потрясающе Я, честно говоря, никогда не училась в таком университете крутом Где есть вилла, где вообще вот такая огромная территория Всё так красиво Все мои прошлые университеты были тоже великолепными И в Копенгагене, и в Ольберге, и в Мальме В Мальме вообще был шикарный новый университет Но вот здесь вот прямо Вот эти гуманитарные науки преподаются вот в такой вилле Но это шикарно, это шикарно Несмотря на то, что от нас требовалось выделять 40 часов в неделю на учёбу Я училась, конечно же, гораздо меньше Но всё равно скажу, что на этом курсе, если вы учитесь фуллтайм В принципе, нереально работать на полную ставку И учиться фуллтайм одновременно Это просто вскипение мозга Я в какой-то момент работала на полставке И училась, можно сказать, на полставке Но я всё равно выполняла по полному все домашние здания В общем, это такой квест на свой личный тайм-менеджмент Ну, в общем и в целом я могу сказать, что в некоторые недели я училась по 20 часов, в некоторые по 10 Каждый семинар у нас дился по 3 часа и семинаров у нас могло быть 3, 4, 5 штук в неделю В общем, в принципе, по той же ссылке, что внизу я оставила ссылку на курс Вы можете посмотреть расписание этих уроков, они в открытом доступе Мы с вами тем временем зашли в библиотеку Это был список литературы, который нам нужно было приобрести или взять в библиотеке И должна сказать, что если все учебники покупать, то на это уйдёт огромная сумма денег Потому что учебники довольно дорогие Поэтому я старалась брать либо в библиотеке, либо у друзей, которые проходили этот курс раньше Либо покупать поддержанные учебники на специальных сайтах или в фейсбук-группах В общем, пришлось поскрести по сусекам, чтобы найти те учебники, которые мне были нужны Сколько же стоит такая учёба? Для людей, у которых есть вид на жительство в Швеции, либо люди из Европейского Союза Эта учёба предоставляется государством бесплатно В противном случае учёба стоит 45 тысяч шведских крон, то есть примерно 4,5 тысячи евро Существует ли стипендия в этом университете? Да, существует, но неё нужно подавать отдельно И в зависимости от вашей ситуации, будь то вообще ваш возраст, работаете вы или нет Есть ли у вас какие-то кредиты, вам уже назначат определённую стипендию Ну, я думаю, что в среднем здесь можно получить около 15 тысяч шведских крон за семестр Ой, кстати, смотрите, мы тут зашли с вами в один из ресторанов Так вот, стипендия может быть, да, около 15 тысяч шведских крон Это примерно полторы тысячи евро за весь семестр, да, то есть с января по июль И на что можно потратить эти деньги? В принципе, в Стокгольме на эти деньги можно жить одному в течение одного месяца Это если у вас недорогое жильё Если жильё дорогое, то примерно столько и будет стоить арендовать это жильё на месяц Ну, студенты, как правило, ищут более дешёвое жильё Не сильно большая здесь стипендия по местным меркам Но всё равно довольно приятно, лучше, чем ничего, как говорится Кто обычно учится на таком курсе? Ну, вот, например, люди, как я, которые потенциально хотят учиться в университете У нас было очень много взрослых людей, которым 40 лет или 50 лет И они хотят учиться в университете или на какой-то другой программе Такое, знаете, профессиональное какое-то образование прикладное И им нужен для этого сертификат о знании шведского на должном уровне У нас также были молодые ребята, которые только-только собираются поступать в университет И хотят учиться в Швеции на шведском языке В общем, я бы сказала, что средний возраст наших студентов от 18 до 55 Довольно-таки большой размах Так, сейчас завела вас в киоск 7-11 Сюда мы с однокурсниками ходили иногда за кофе по студенческим ценам И я вот решила здесь сейчас тоже взять кофе Кстати, иногда я брала с собой свою многоразовую кружку Но не в этот раз, конечно же, не в этот день И здесь кофе стоил, по-моему, всего лишь то ли 15, то ли 20 крон Ну, то есть 2 евро за чашку кофе в Швеции Это просто невозможная цена Поэтому я всегда старалась воспользоваться возможностью И сходить за кофем на перерыве Во время всей учебы у нас было несколько экзаменов На все предметы, которые я ранее перечислила Мы также писали очень много промежуточных Таких обязательных работ письменных И у нас было очень много домашней работы Где надо было читать сложнейшие тексты И выполнять разные тесты Потому что мы готовились к большому финальному экзамену Этот финальный экзамен длился 4 часа И, наверное, это был самый сложный экзамен в моей жизни А вы, ребята, поверьте мне Я сдавала тысячу экзаменов на разных языках В разных странах мира И вот так вот я готовилась к этому экзамену И в кафешках, и дома Просто вычитывала тексты и набивала руку Какой диплом я получила по окончании этого курса На самом деле, вообще в Швеции как таковых дипломов бумажных В принципе, не выдают, когда вы на таких курсах учитесь Потому что вся информация о ваших учебных мероприятиях Хранится в интернете на специальном сайте В специальной системе, где видно, что и когда вы изучали Сколько пунктов вы за это получили Но я думаю, при необходимости я могу распечатать этот сертификат Но в целом, да, теперь у меня есть просто виртуальный такой документ О том, что я могу поступать в ВУЗ Кстати, на самом деле, это действительно очень классно Иметь вот эту свободу и знать, что я теперь в любой момент жизни Могу учиться в ВУЗе на шведском языке Я на самом деле очень этому рада И я вам обещала рассказать вообще Какой у меня результат этого курса Насколько у меня есть какие-то успехи Изменилось ли мое произношение Но на самом деле, вот произношение Это единственная вещь, которую я практически не отполировала Именно на этом курсе Потому что оказалось, что над произношением У нас здесь нету, не было цели работать Так что пришлось потом отдельно Уже после этой учебы полировать свое произношение Но я однозначно улучшила свой словарный запас Прямо у меня был космический прорыв И я вообще стала гораздо увереннее говорить на шведском На самом деле, мои друзья шведы Когда со мной встретились уже после этого курса И мы не виделись с ними несколько месяцев Они прям были в шоке Насколько большой рывок я проделала И все, в общем, меня очень сильно хвалили Так что я считаю, что цель своего курса я достигла И на работе я тоже теперь стараюсь говорить по-шведски Всегда, как только можно Потому что действительно чувствую себя уверенно И понятно, что я не говорю суперсвободно Как местный человек Я вообще считаю, что иностранный язык ты учишь всю жизнь Знаете, есть люди, которые вообще родной язык Не очень-то хорошо знают и нехорошо им владеют Что уж говорить об иностранном Но я буду все равно продолжать учиться И даже самостоятельно я по сей день занимаюсь шведским дома Чтобы что-то где-то улучшать Сейчас уже почти 4 часа дня Я еду наконец-то домой Мы с вами прямо с 8 утра до 4 часов дня Были вместе в универе И пока я еду домой, расскажу, что у нас также были Такие внеклассные активности Как походы в театр Это был невероятно классный опыт Пойти на пьесу и слушать спектакль на шведском языке Я вообще обожаю театр в Швеции Те, кто смотрит меня давно, видели, как я ходила на разные постановки Еще в Мальме Вообще шведская театральная сцена, она довольно специфическая Но мне именно поэтому всегда интересно здесь смотреть Мы, кстати, даже ходили в этом семестре на постановку дяди Вани Шведской интерпретации Это было феерично, ребята Вот очень рекомендую в культуре Хюсет Если вы живете в Стокгольме Есть спектакль Морбрур Янне И я очень рекомендую вам на него сходить Должна еще добавить для тех, кто не понял, почему я вообще просто на такой курс пошла учиться именно в университете Объясню, что в Швеции, даже если ты сейчас не учишься бакалавриателем на магистратуре Ты можешь все равно поступить на какой-то конкретный курс Длиной, например, 6 недель или 12 недель Или целый семестр И получать вот эти вот пункты ACTS И просто учиться со всеми остальными студентами Которые сейчас учатся даже, допустим, на магистратуре Но вот этот курс, на котором я училась Он просто такой самостоятельный курс Он не принадлежит какой-либо программе Магистратуре или бакалавриату И ты учишься именно конкретно шведскому языку И мне кажется, это так круто, что ты можешь прокачать свой язык На вот таком вот государственном уровне На государственной программе Абсолютно бесплатно, в моем случае И не воспользоваться такой возможностью Ну, не знаю, мне кажется, даже глупо Поэтому я искренне рекомендую всем, кто живет в Швеции И кто каким-то образом чувствует, что ему нужно учиться на шведском языке дальше Он хочет просто шведский язык прокачать Мне кажется, это лучший курс, что есть сейчас на рынке Вообще, за всю свою жизнь в Швеции я ни разу не платила за изучение шведского языка Потому что я пользовалась всеми бесплатными способами учить язык здесь, в государственных школах И я невероятно благодарна за это этой стране Потому что исключительно вот этими всеми школами И своим личным напором, и своим личным временем и усилиями, которые я проявляла, чтобы учить шведский в свободное время Я добилась такого языкового уровня, который у меня есть сейчас Это, в принципе, что-то между С1 и С2 И я невероятно этому рада и благодарна за это Если вы хотите тоже учиться в Швеции, я вам оставляю сайт, где вы можете посмотреть все возможные существующие программы Если вы хотели бы послушать подробнее, как сейчас поступить в университет в Швеции из стран СНГ Напишите мне в комментариях Укажите также, какая программа вас интересует Бакалавриат, магистратура или докторантура И я подумаю, что можно с этим сделать Может быть, я могла бы найти ребят, которые дали бы мне интервью Если вы такой человек, вы живете в Швеции, вы здесь учитесь И вы хотите дать мне интервью, тоже обязательно пишите Я вам оставляю также плейлист со всеми моими видео, где я учила шведский язык, начиная с 2015 года Смотрите, берите какие-то идеи для себя И напишите мне вообще, как вам такой формат видео, где я вот так вот вас вожу, показываю вам все Ну что, я поехала дальше по делам Сейчас найду платформу, на которой мне нужно поймать поезд И увидимся в следующем видео, всем пока, хорошего дня